Как признается руководство школы номер 14 с углубленным изучением английского языка, к таким результатам они стремились и надеялись попасть в список лучших школ России, хотя это весьма непросто. Ведь на формирование рейтинга влияет сразу несколько факторов. Среди них результаты основного государственного экзамена, а также успешное участие детей во Всероссийской Олимпиаде школьников. На протяжении двух последних лет школа номер 14 входила к десятку лучших в городе по итогам сдачи экзаменов девятиклассниками. Что касается Олимпиады, то подготовлено было более 60 призеров городского этапа, 10 победителей и призеров регионального, а трое школьников стали участниками Всероссийской Олимпиады. Среди них Дмитрий Копейкин, ученик 11 класса. Он стал дважды призером Всероссийской Олимпиады школьников по английскому языку и праву. Кстати, именно с правом Дмитрий планирует связать свою будущую профессию. Я думаю, что в этом есть и заслуга учителей, и заслуга, возможно, моих родителей, и сформировавшегося характера в ходе общения и с учителями, и с родителями. Учитель по обществознанию Никитюк Людмила Владимировна всегда уделяла внимание такому предмету, как обществознание, и то, как она его преподавала, во многом привило мне любовь к этому предмету. А вот Михаил Баев стал призером Всероссийской Олимпиады по испанскому языку. Там было очень много ребят. Некоторые из них изучают испанский в школах только. Некоторые тоже учились за границей. Там были ребята, которые по 4 года в Аргентине учились в Испании. Там даже были граждане Испании. Поэтому было, конечно, сложно соревноваться с такими ребятами. Но, тем не менее, я показал, на что способен. Ну и, конечно, не максимальный балл набрал, но результат все равно был хороший. Кстати, 14-я школа стала первой, кто включил испанский в программу, как второй язык для изучения. Сегодня его преподает Инна Пальваль, молодой педагог, лауреат конкурса «Педагогический дебют». На ее уроках дети не скучают и с удовольствием познают азы необычного и пока непривычного для них языка. Ну а молодой учитель старается сделать все, чтобы ребятам было интересно. Я думаю, что нужно, во-первых, самой самосовершенствоваться постоянно и этим стимулировать детей для того, чтобы они тоже хотели дальше развиваться. Нужно любить детей в первую очередь. Я думаю, что это фишка любого учителя, настоящего, который пошел работать в школу по призванию. А дальше уже индивидуальные особенности. Нужно просто чувствовать детей и подходить к ним правильно, грамотно. Именно Инна готовила Михаила к Олимпиаде. Ну а общей системной подготовкой к таким серьезным мероприятиям занимается заместитель директора, учитель английского языка с 25-летним стажем Татьяна Максимова. К ним готовить сложно. Необходимо набрать целую базу всевозможных олимпиадных заданий и за разные годы пытаться прорешивать всякие задания творческого характера. Научить детей, например, в Олимпиаде по английскому языку писать разные письменные высказывания на тему, которая Олимпиада может быть непредсказуемой. Потому что мы можем увидеть и напиши рассказ, и создай буклет, и сделай какое-то еще задание, которое отсутствует в учебнике совсем. И не только в учебнике, но и в любых других источниках. Поэтому мы работаем с интернетом, мы работаем с детьми вне уроков, пытаемся находить время для этого. Высокая оценка, которую получила в этом году 14-я школа, вводя в рейтинг лучших школы России, результат работы и педагогов, и школьников, и их родителей. И за это искреннюю благодарность им выражает директор, который старается делать максимум для комфортной работы педагогов и эффективного усвоения знаний учениками. Я с большой благодарностью хотел бы сказать спасибо всем, кто причастен к этому результату. Прежде всего, это наши замечательные дети. Без этих ребят, без их желания, без их стремления, их амбициозности не было бы совсем ничего. Пожалуй, главный секрет успеха этой школы в людях, в тех, кто руководит, тех, кто обучает и тех, кто учится. А еще в искренней любви, которую испытывают они к своему учебному заведению. Я всегда считал свою школу одной из лучших. Каждый год обучение здесь доставляет мне чрезмерное удовольствие. Я наслаждаюсь учебой здесь, я горд тем, что учусь здесь. Согласитесь, нечасто услышишь такое от школьников. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».